Он пришел на открытие выставки, как всегда радостный, обнимающий. Это фирменный стиль Владимира Смирнова. Ничего общего с манерностью. Он такой, настоящий, каким художника создает Бог. Искренний, детский, в творчестве, яркий, индивидуальный, смелый, работающий по зову сердца, переполненного любовью к людям и искусству. Только художник временно, после серьезной операции, не говорит. За своего друга рассказывает руководитель галереи Людмила Тюгаева, когда-то заметившая талант молодого художника, то ли живописца, то ли графика, то ли авангардиста, то ли примитивиста, и не побоявшаяся выставить его работы в консервативной галереи, в особом учреждении, где отдыхали члены советского правительства. Галерея в те времена, 30-35 лет назад, экспонировала исключительно официальное искусство, работа серьезных художников-реалистов. Людмила Александровна поняла – это гений. Определить стиль и направление которого невозможно. И случилось чудо. В те опасные атеистические времена представители советской элиты, приезжавшие в Сосны, приняли эти работы. Все эти купола, церкви, народные гуляния – дух русской старины. Что уж говорить о зарубежном интересе к Смирнову. Подобные полотна уходили за рубеж потоком, да и художники стремились за железный занавес. Потому, когда он рухнул, Смирнов побывал в 15 странах. Жил там 10 лет, покорил Европу, где он не просто работал, а скрупулезно изучал историю, архитектуру, быт, сидел в архивах и библиотеках, оттачивал мастерство. В результате создано такое количество фантастических по сюжету, сложности и точности произведений, изображающих ушедшие города и эпохи, что зрители восторженно замирали у каждого полотна. Профессионального образования Владимир не получил, о чем можно догадаться по тому, как изображены фигуры людей. Его школой была жизнь и книги. В детстве от болезни Нвавовки не ждали покорения вершин наук. Он часто был предоставлен себе, своей фантазией. Это и спасло, и сформировало его, как художника, вне рамок. Полет его воображения – предмет зависти писателей-фантастов. У Смирнова то ли сказка, то ли быль, то ли сон. Он утверждает все вместе. В Соснах постоянно экспонируется его триптих, созданный к 300-летию российского флота под названием «Нарубежевиков». Полотна огромной, каждый создавался в течение трех-четырех месяцев в исключительно изобретенной самим художником технике. А она такова, что ни подделать, ни повторить подобное невозможно. Художник пишет маслом, работает тончайшей кистью и пером, тем самым, что когда-то окунали в чернилицу, а бывает и вовсе иглой. Это дает возможность необычайно мелкой проработки, изображения тончайших деталей, в результате иллюзия погружения в мир Садко или сказок Оксакова. Ты понимаешь, что точно это где-то видел, может, в детстве во сне, может, отроком лежа с книгой у светящейся новогодней елки. И вроде бы узнаваемые архитектурные объекты, но столь прекрасными они могли быть только в воображении гения. Они какие-то все добрые, как и он, открытые. И вот у меня такое впечатление, что они какие-то живые его картины. Есть картины, которые... Понимаешь, что это картина и все. А вот это... Такое впечатление, что вот сейчас глаза закроешь, а вот корабли поплывут. Нынешняя экспозиция получилась рождественской. Здесь любимая автором Москва, куда он вернулся из Европы. Понятно, Россия – душа художника. Так представлять русскую столицу могли и Толстовский Никита, а Шмелевский Ваня. А может, все это видели Наташа Ростова или Татьяна Ларина, катаясь в повозке, вдыхая прозрачный морозный воздух. Все это буквально всплывает в воображении зрителя. И скрип снега, и топот копыт, и аромат имбирного рождественского пряника. Если взять лупу, то в освещенных праздничными свечами окнах увидишь и интерьер, и обитателей, и икону на стене. В жизни Смирнов всегда открыт, легок, эмоционален. Но, как истинно верующий, никогда не говорит о Боге и о своей вере. Об этом только в работах. Он пропитан, просто пропитан добротой, любовью к человеку. Каждому абсолютно. И через творчество он это вот выдает. Это секрет мастера равнодушного к регалиям и славе. Может, потому так легко и естественно, как дышал. Он изобрел свой неповторимый стиль. Потому так завораживают работы, отсылающие в наполненное фантазиями детство. Картины Володины, или большая, или маленькая, они трогают. Они трогают, почему? Потому что это написано душой. Где-то есть в этом какая-то мистика даже. Попробовать разгадать эту мистику, посмотреть эти шедевры близко-близко, может, даже захватив лупу, погрузиться в праздничную атмосферу очень просто. Нужно приехать в Сосны. Вход на выставку бесплатный. Ольга Винтер для телекомпании «Отенцова».